Представить моего духовного учителя, его божественную милость, Шрилу Ниранжану Свами Махараджа. Он является представителем GBC, руководящего совета ИСКОН в Украине. Я ежегодно принимаю участие в этом фестивале уже в течение 20 лет, даже больше. И мое впечатление, скорее всего, является суммой моих впечатлений за все эти годы. В прежние годы, в начале движения, не так много людей приезжало для принятия участия в этом фестивале. Но я вижу, что год за годом все больше и больше людей приезжают из разных стран со всего мира. И я начинаю видеть, как предсказание о том, что движение Господа Шритания распространится по всему миру, начинает сбываться. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Меня зовут Чайтанья Чандрадая Дас. Это мое духовное имя. В нашем духовном движении каждая личность, которая приходит, получает посвящение, получает духовное имя. Это подобно тому же, как в христианстве происходит. И я приехал в Индию три года назад, хотя я уже практикую сознание Кришны около восьми лет. Я очень счастлив, будучи здесь, и я очень счастлив, что вы приехали сюда. Но еще больше я счастлив, что все украинские телезрители, они будут возможны, то есть они получат такой шанс, они получат особый шанс наслаждаться видами этого священного места и общением с этим священным местом. Я здесь живу с семьей. Моя жена, ее зовут Джамбавати, и она тоже работает вместе со мной здесь. У нас есть очень интересная работа, которой мы занимаемся здесь, как служение Господу. И это работа, связанная с архитектурой, архитектурой и дизайн. Мы занимаемся проектированием гигантского храма, который будет возведен в этом месте. Скажите, пожалуйста, у вас много свободного времени? Я, честно говоря, довольно занят, но вместе с тем я никогда не чувствую, что я занимаюсь чем-то, что утомляет меня, или является чем-то, что отнимает мое время. Я как бы отдаю все время Верховной Личности, Бога. И вместе с тем у меня остается свое время, которое я провожу в кругу семьи. Мы читаем книги, или... То есть это очень простой процесс, когда вы служите, делаете какое-то служение для Господа, и вместе с тем у вас остается время для себя, вы можете посетить его своей деятельностью. Это естественно, как все люди живут, но просто мы живем для Кришны. Вы... Я слышала, переводите книги. Я перевожу книги моего духовного учителя, Сацарупа Махараджа. Сацарупа Махараджа, он один из первых учеников Шилы Прабхупады, который является основателем нашего движения. И он описывает... Во многих своих книгах он описывает жизнь Шилы Прабхупада, и то, как Шилы Прабхупада, наш духовный учитель, как он проповедовал, как он давал людям знания о Верховной Личности Бога, какие личные качества были свойственны ему, как он был добр ко всем остальным живым существам, какой он был удивительный человек. И я, кстати, принес с собой одну книжку, которую я хотел бы вам вручить. Это книжка, которую я сам перевел, и поэтому я попытаюсь вам подарить ее. Это книга, которую я напечатал прямо здесь, в Индии, небольшим тиражом. Она называется Нектар Прабхупады. Вы можете посмотреть. Ри Кришна. Если вы посмотрите вдаль, вы увидите то место, это то направление, откуда эта священная река Ганга приходит в это место. Это особое место. И вы видите, как Ганга извивается в этом месте. И это описывается, что Ганга — это Личность. И эта Личность, она стремится остаться в этом месте. Город начался в начале 70-х годов. До этого было лишь несколько небольших храмов, которые обозначали собой место явления Верховной Личности Бога в этом месте. Один раз в году у нас фестиваль, на который называется Говоро Пурнима, или Золотая Пурнима, Золотое Полнолуние. И это фестиваль, на котором сотни различных национальностей со всего мира, из Австралии, Южной Америки, Северной Америки, Европы, Англии, со всех континентов, даже из Китая, из Японии, абсолютно потрясающих экзотических стран приезжают сюда, в это место. Казалось бы, отдаленное место для них, но это на самом деле центральное место, откуда любовь к Богу распространяется в эту эпоху. Я думаю, что сейчас около 38 градусов. Ого, я так на себе ощущаю, что очень жарко. Мы еще поднялись выше, чем мы были, и нашли такое местечко, где можно скрыться от жаркого индийского солнца под лепестками лотоса. И продолжим наш рассказ. Пожалуйста. Я боюсь, что я должен буду повторить свой рассказ через какое-то время, поскольку моя теща приезжает через 3 недели. Я должен буду рассказать ей опять все то же самое сначала, поэтому это будет хорошая подготовка для меня. Генеральная репетиция. Да. Вот если вы посмотрите прямо в ту сторону, вы видите небольшую хижину, которую мы сохраняем как памятник. Это первая хижина, которая была построена на этом месте, когда вокруг были всего лишь поля. В этой хижине все преданные жили, всего лишь две комнаты. Это соломенное здание. Называется сейчас Баджан-Кутир-Шилы-Правопады. И это то, откуда все началось. Потом появились эти ворота. Это особая такая замечательная черта Майя-Пура. Когда вы въезжаете в ворота, вы как бы попадаете из материального мира в духовный мир. Вы даже можете сами почувствовать переменную атмосферу после Калькутты, тяжелой дороги, вы попадаете сюда, как будто это небеса, духовный мир. Это на самом деле так и есть. Сейчас мы можем видеть, сколько новых гостиниц появилось с кондиционерами и подобными условиями. Но в те времена, когда начиналась работа на Цаманхе, довольно просто и скромно жили люди. Около 50 панно. Это терракота. Это особая местная форма искусства. Терракота – это особая форма декоративного искусства, которая использовалась в оформлении Самадхи. Погода в Майяпуре с характером. Мы были свидетелями урагана, который внезапно налетел, побил цветы, поломал страницу.